Тренер Родни Филипп Александрович Соколинский. Филипп Александрович, неудачный старт. Что не получилось в Вашем комментарии по игре? Ну, всех поздравляем с возобновлением первенства. Все так долго ждали его. Наконец-то случилось, и первый сразу матч выпал у нас с Динамо, с хорошим соперником, знакомым нам. Что не получилось? Наверное, я бы хотел сказать, что получилось. Получилось, наверное, справиться с волнением. И, да, во втором тайме, я считаю, что ребята контролировали игру. Да, может быть, Динамо играл по счету, но в целом получались какие-то отрезки хорошего футбола, комбинационного, создания моментов. Их не так много было, но в любом случае мы пару-тройку эпизодов наиграли на гол. Но, к сожалению, не реализовали. В первом тайме, опять же, наверное, волнение как раз-таки сказалось на ребят. И в тяжелых ситуациях решали, что, наверное, лучше упрощать игру или использовать зоны за спинами соперников. Не всегда это удавалось. Соперник хорошо прессинговал нас. И во втором тайме, я думаю, что парни справились с этими моментами, но, к сожалению, не смогли забить. И две ошибки, допущенные нами, привели к их забитым голам. В первом тайме больше атаковали левым флангом, во втором тайме больше правым. С чем это связано? Да, я не скажу, что прям вот больше или меньше, да, может быть, там в процентном соотношении 60 на 40, там одним флангом больше играли. Не было какой-то прям специальной установки, чтобы играли только этим флангом или только этим. Наверное, игра диктовала таким образом, что центральные полузащитники соперника направляли нас больше там в один фланг или в другой. Наверное, может быть, с этим связано. Соперник в начале второго тайма поставил высокий прессинг. Как мы справились с этим? Потому что они стали играть выше. Ну, я считаю, что справились, да, они стали играть выше, но у нас получалось разбивать их прессинг, да, используя крайних защитников в середине, там, для большинства, и получались переходы. Но не могли забить, не могли забить. Вроде попытки были и обгаршать один в один штрафной, и перед штрафной у ребят были там взаимодействия неплохие, но иногда последний пас, иногда удар по воротам у нас не заканчивался взятием ворот. Первое московское дерби в рамках уже весенней части сезона, принципиальный соперник, или все московские команды будут для нас принципиальным соперником? Ну, для нас, для нашей команды каждый матч важен, да, мы идем внизу турнирной таблицы, опять же, повторюсь, что, наверное, развитие наших футболистов – это основной момент для них, да, мы хотим, чтобы они играли в первой команде, да, пройдя все этапы, от Академии до Молодежки, Родины-2 и первой команды, вот, вот, поэтому каждый матч для нас важен с точки зрения, как игры, и сейчас уже, конечно, хотелось бы результата, потому что на сборах были матчи, когда нам удавалось побеждать хороших соперников, вот, а матч «Динамо», наверное, может быть, принципиальный был только для Влада Лепехина, для меня, принципиально интересный, да, мы провели там большую часть времени, поэтому только с этим связано. И последний вопрос, какие механизмы надо подкрутить, чтобы уже встать на победные рельсы? Да, всего понемногу, здесь такого прямо вот лекарства, как скажем, но нету, чтобы взять, сейчас исправить это, и мы давай будем побеждать. Каждый момент важен, начиная от восстановления, сейчас после игры, как мы проведем выходной день, завтрашний, как мы первый день после выходного, и сам недельный цикл перед игрой, как мы будем реализовывать свои эпизоды, как мы не будем терять в простых ситуациях мяч, все важно, да, здесь нет такого, что что-то больше, что-то меньше важно, поэтому все вещи, которые нас интересуют, мы с нашим тренерским штабом уделяем большое внимание этому, потому что, еще раз повторюсь, ребята молодые, ребята нестабильные, так скажем, да, и подсказываю им, что надо становиться каждый день, я напоминаю об этом, что ребятам надо быть более ответственными, более профессиональными, но могу сказать, что ребята растут, развиваются, и это нас радует.